Всем привет! Это обзор игры для Sony PlayStation Portable Dantus Inferno. Вот как выглядит сама коробка игры. Описание сзади выполнено на русском языке. Сама игра на английском языке. Мануал, который прилагается к игре, выполнен на русском языке. Тут описываются все действия, которые нужно будет выполнять в игре на русском языке. Какие кнопки и все такое. Ну, сейчас покажу саму игру на PSP. Сейчас загружаться будет пока. Ну вот, началась загрузка игры. Привет, Стериал Гейм. Вот, да. Игра вышла в 2010 году. Не такая уж и старая. Ну, вот и меню, как я уже и говорил на английском языке. Star Game. Пока загружается, расскажу вкратце о сюжете игры. В 111 году король Ричард призывал лицарей в третий крестовый поход. И в этот поход отправился наш главный герой Данте. Ну, а на родине у него осталась его возлюбленная Беатричи, которая поклялась его ждать. И которой он поклялся тоже в верности. Вот, видеоролик первый. В темном лесу. Вот он вышивает, пришивает к себе свой крест. На этом кресте и вон не грехи. Вот, собственно, и геймплей Данте с Инферно. Ну, что на первый взгляд можно сказать. Игра очень похожа на God of War. Change of Olympus. Данте также махает копьем только в мячей хаоса. Ну, и надо выполнять различные комбо. Ну, в начале их здесь вообще мало. Ну, вот нож в бакре. Мочим староцин. Очень похоже на God of War change of Olympus. Как будто все списывали, но все равно. Эдакий христианский кратов. Управление очень простое. Понятно. джамп. Ну, сейчас опять ролик. А нет, loading. Ролики даже такие же, как на Xbox 360 и на PlayStation 3. Ну, вот, смерть пришла в Данте. Играет музыка. Играет музыка. Ну, сейчас надо мочить смерть. Ну и вернемся к сюжету Данте возвращается с крестового похода домой Думает, что его дома ждут Но все не так Его отец мертв, семья мертва И любимая Беатрича тоже мертва Он видит емый труп Хочет ее поднять Но тут появляется смерть И забирает ее с собой в ад Данте отправляется за ними в ад Где он встречает верлигия Древнего римского поэта Который будет помогать ему по всей игре Он говорит ему, что нужно пройти 9 кругов ада Чтобы получить, спасти душу Беатрича Ну сейчас я покажу еще к боссам первого самого Все аутентично, как на Xbox и на PlayStation 3 Боссы все такие же Ну только понятно, что PlayStation не может поддерживать Такие технические характеристики, как они Но все равно Очень хорошая игра И графика, и процесс Из возможности Данте можно выделить Крест Беатричи, который она ему дала Перед крестовым походом Которым можно стрелять на расстоянии Ну и вот первый босс под названием Минус Древнегреческий царь, который был послан в ад За свои грехи И его задача вот состоит Хватать грешников И по запаху определять, что они совершили такой грех И отправлять их на круг ада соответствующий Вот это, например, был убийца Самоубийца И его отправляют на круг суицидов Вот он его нюхает Думает, что он мертвый А он живой Еще пальцами пытаются Обить Данте Но будем допрыгать тоже Сейчас он будет Дучь ветром своим И языком пытается Данте спросить Вот его нужно бить Можно попасть по глазам ему Ну вот, собственно, и весь игровой процесс Советую поиграть вам в эту игру Всем спасибо за внимание И до свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»